Увидели, что они с правого сектора, потому что у них фашистские наколки были на плече, выколаны. Слышите меня? Я слышу. Еще. Ну, ничего. И просто я хотела узнать, вот у меня есть два вопроса по Библии, которых я, как, я внутри вроде как понимаю, но не могу себе никак уяснить. Значит, вот по поводу поездки. Я вам написала там, да? Да, я прочитал. Я уже другим это говорил. Я видел, но вы неправильно немножечко сказали там, знаете, как Господь сказал, мои мысли не ваши мысли и не пути ваши, пути мои, не пути ваши, пути мои. Так что вы не думайте, что это сатана вам препятствует, это Господь все делает. Вот в чем причина? Может быть, вы завтра утром получите эти паспорта, да скольки у вас там работает ваша почта, вот так на почту пойдете, а раз паспорта ваши уже пришли. Уже никуда я не пойду. Мы едем уже. Мы едем завтра в визовой центр, и там я буду добиваться, чтобы они вернули паспорта. Мне главное, чтобы их задержали в Москве, чтобы когда я выйду, а в это время они не полетели сюда паспорта. Сегодня мы людей послали в Великобританию консульса, своих московских друзей, чтобы они узнали, где наши паспорта, которые должны выдать, как мы, у нас бумага есть, что они должны нам их выдать. А уже прошел срок, они не выдают. От нас-то ничего не зависит. У них необыкновенно большой наплыв нынче туристов, и они захлебнулись там. Это туристы захлебнулись, это туристы захлебнулись. А что вам Господь хочет этим сказать, вот это вот будет потом. Да, мы спрашиваем и все время об этом говорим. В молитве говорим, Господи, что ты хочешь нам сказать этим? Может, какие-то встречи будут с людьми, может, какая-то опасность. Это Бог знает. Но опускать руки мы никак не можем. Почему? Да потому что, с чего ради-то? Ну, одну опасность, он от вас уже отвел, это Украина. Вы так хотели ехать через Украину, но Господь отвел. Нам ближе всего, чем в Украину было. Помните, за Эльбрус, который вы просили поставить. Господь вам поставил Украину, это Эльбрус. Да. Вот. Поэтому, значит, еще сейчас скажу. Первый вопрос у меня, вот сейчас, я прочитаю. Так. Вот. Я читала разбор фиакфилакта, вот болгарского, что вы говорили, так? Вот смотрите. Значит, Лука 12, 53. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, а мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Ну вот я прочитала, как истолковывает фиакфилакт. Правильно я говорю? Правильно. Вот. Он говорит, что это вроде как по ветхой не будет, как трое по ветхому завету не будет, значит, соглашаться с новым заветом. Но меня это не устраивает. Я хочу, вот по отношению ко мне, что говорит Господь, почему именно вот пять человек взято? И почему трое против двух? Почему отец, мать и свекровь против, ну тут написано, что дочь и сын, это новый завет, а отец, мать и свекровь, это вроде как идет как по ветхому завету. Что мне Господь говорит? Я вам объясняю. Иоанн Златоуз говорит, не каждое слово ставь в строку. Иногда просто Господь сказал для примера. Я вот поймал, Петр вытащили 153 рыбы. И начинает толковать, что означает сотня, что 50, что тройка. Это выдуманное. Он просто сказал 3, 5, он может сказать 7, 9. Никакого смысла здесь нету, кроме того, что неравенство. И какая-то сторона побеждает, и неизвестно какая. Будут много, будут за тебя больше или меньше. Вот и весь сказ. Ни при чем тут ветхий новый завет. Но если глубоко смотреть, то они так и понимали. Это и тогдашнее разумение о этом было. Это монахи, они очень глубоко копали. Но я никогда этим доказательством не пользуюсь. Мне нужна живая связь. Вот конкретно. Царство небесное подобно женщине, которая взяла три меры муки и положила за... Подобно захвастке. Которую взяла женщина и положила. Что оно означает? Это самая короткая притча. Матфея 13, 33. Да, да, да. Что означает-то? Очень просто. Жена – это душа. Душа каждого человека, в которую попадает Слово Божие. Ты услышала. И положила три меры муки. Первая мера – это уши. Ну, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Ну, 10-17 римлянам говорится. Второе. Мы должны допустить до сердца. Если человек не верит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Я услышал и поверил. Это вторая мера. Услышали все и пошли мимо. Ну, около дороги налетели, писты поклевали. И третье. Плодоносит. Это взрыхленная. Вера без дел мертва. А это дела. И вот теперь уши, сердце и руки. Вот три меры. И из таких состоит Царствие Божие. Услышал, поверил, исполнил с любовью в Духе Святом. Вот это толкование. И вот это я могу сказать каждому. И оно коснется непосредственно души человека. Оно понятно, правильно я услышал. А потом, да я сразу-то не поверил. А потом стал считать и думаю, ой-ой-ой, да это же меня касается. Ну, а потом дела появились. Я понял, что надо делать. А иногда человек делает, даже не понимая. Просто я люблю это дело. Вот и все. И так здесь... Первый раз такое. Первый раз такое слышу. Вот истолкование. Другого-то нет. Закваска Царствия Божия. Закваска это Слово Божие. Получено от еврейского народа. Еврейский народ это закваска. И мы от него услышали. Великое преимущество быть иудеем. Ибо им верено Слово Божие. Верено-то не татарам, не цыганам. И сегодня меня один из Иерусалима, еврей тут терзает. А я ему ответил, да я тебе еще... А как относитесь к евреям? Там начал... Ну, там такое. К евреям как отношусь? Как вы думаете? Я говорю, а я их и не думаю. Эти думы Господь уже сдал мне. И он сказал, великое преимущество быть иудеем во всех отношениях. Ибо им верено Слово Божие. Им верено Пророкам. Слово Божие, любимую мою Святую Библию. Я перед евреями всегда со склоненной головою. Почему к Аврааму Господь сказал, благословляющий тебя благословен будет, а проклинающий проклят. Поэтому где бы я ни проповедовал, я поминаю это. Хотите быть благословенными? Не проклинайте евреев. А они нас обобрали там щубасть. Меня это не касается. Ты молись из-за него, чтобы он обратился, пока он не был грабителем. Вот как я говорю. Ну, они тогда, о, как это у православных это редко. Они там евреев ненавидят. Я за всех не отвечаю. Я отвечаю за свое, за мой язык, за мое поведение. Мне Бог дал Слово Божие. Я об евреях каждый день молюсь. Господи, помилуй Израиля. Они тебя не знают. Откройся им в Духе Святом, чтобы они приняли тебя как Мессию и Бога. Не просто Мессию, а Бога истинного. Господь мой и Бог мой. Так, теперь, значит, еще один вопрос. Подождите. Так, теперь, значит, ну все знают, я не знаю. Ну, как-то вот до меня немножечко не доходит. Вот смотрите. От Иоанна, 21 глава, 18 стих. Ну, понимаете, это как бы Петр, какой смертью прославит Бога. Что это говорит стих ко мне? Вот когда состаришься, прострешь руки твои и другой припаяшь от тебя и повезет куда не хочешь. Никак к нам не относятся. Это конкретно к человеку. Никак. Эти слова относятся к Петру. И натягивать, говорит, шубу на кисель не надо. Это к нему говорится. Если сказано, у тебя в это время вернусь, у тебя будет сын, у Сары. А как ко мне относятся? Да никак. У тебя семь дощерей, ни одного сына не было и не будет. А как относятся? Да так к Саре относятся. Ты что? Ну, надо. Ну, надо понимать. Вот ты, когда ходил, ты ходил в пояс. Это доказательство, что пояс носить надо. Первое. Второе. Петр был схвачен, и его распяли вниз головой. Подвязали. Вот, настрешь руки и прославишь Бога. Баптисты другие говорят, откуда ты известна? Жития святых известна. Возьми Кама Гридеша Генрика Сенкевича, лауреата Нобелевской премии. Это фильм есть Кама Гридеша. Ну да, я слышала так. Только не смотрела. А посмотрите, зарядите в YouTube и сразу увидите. Только найдите старую версию, где играет роль Нерона Устинов. Устинов. Запомните, Устинов, чтобы вели. Я списал. Новое, которое даже близко не подходит. Там сильно поставлено. Как апостол Павел там очень... А новые поляки поставили, они даже близко этого нет. Там как выводят их на арену, как и львы, и все. Как они могли поставить, понятия не имею. Ну, надо просто посмотреть, в каком году фильм. Ну, просто посмотрите. Разные-разные варианты. Кама Гридеша. И автор Синкевич. Просто запишите. Потом, может быть, другие есть названия другого автора. И когда посмотрите, вот когда на арене, когда выпускает быка, биться, и... Мога, который охранял там эту лидию верующую, и как он с ней борется. Там сидишь, и сердце останавливается. Как это можно было снять, понятия не имею. Он же пропорол бы его быка. Он прям хватает его и валит, и... Ужасно смотреть. Это были люди глубочайшей веры. Как этот... Зашел еврей-то ко мне. Ну, и говорит. А вот, ну, там, я доказываю, что суббота Ветхозаветния, она указывала на воскресенье, которое мы празднуем. А где вы нашли? Он не понимает ничего. Но он начинает говорить. А вот Игнатий, там, антиохийский епископ, в 160-м году, он сказал так против евреев-то. А я ему пишу. Игнатий Богоносец, он умер, растерзанный львами. Это был ребенок, которого Господь брал на руки, говорил, если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. И он был на арене Рима, растерзанный львами, в 107-м году. А вы, говорите, в 160-м году, говорил. Что вы огородите-то? Он, ну, я тут ошибся, то есть сознался. Он умер в 107-м году. От него сохранилось 7 посланий. Трагеллийцам-то пишет он. Каким? Это был епископ. Города Антиохии, где христиане впервые прозвучало это слово. Игнатий Богоносец. Ну вот, мы когда считаем, мы должны просто в самый корень посмотреть. Не в каждое слово. Вот почему так? А почему 5 дев вышли, 5 мудрых, 5 неразумных? Ну, Господь бы сказал, 10 ты спрашивал. Почему? Так, минутку, подожди-ка, я сейчас узнаю. Сейчас звонит. Так, говори. Но. А что, его трудно отпускают? Ну, тут я еще могу. Я только могу помолиться. А ему я что, должен сказать, когда встречать? Или молчать? Да, дорогая ты моя. Да я же каждый день молюсь-то. У меня слез, говорится, слез не хватает. Да вы же роднее вас, кого я найду-то? Мы все, вы все. Мне сегодня только говорю. Вот, видите, прислал один деньги. Брат родной. Брат родной. Богатый живет. Нормально живет. 7 тысяч. Все. Видите, Савченко, его родной брат. Родной по крови. Родной. А у меня совсем незнакомый какой-то человек, там, Кировоград или какой-то город такой. Ничего с ним не разговаривал я. И он ни слова не говоря не предупредил, мне выслал 200 тысяч. Это духовно. 200. 200. А это духовное, раз в прошлом году ехать полтора дня, говорит, остается, денег-то не хватает. И вдруг совершенно незнакомый человек пересылает 100 тысяч. А нынче он нам ставку приготовил. Тысячу километров ездил. Куда нам быть? Куда книги? Уже приняли все. Вот что значит духовное родство. А свой копейку дать, да еще... Ей. Да, Богу угодно будет, значит так. Мы это и говорим. Ну, как Бог. Но только ты знай, что мне не хотелось, чтобы что-то ломали уже построенное. Там можно поднять на два бруса, еще раз говорю. На два, на три бруса поднять. Остальное это все целое. Это все делается проще. А. Ну ладно, ладно. Я просто сказал, мне жалко, когда... Если мой... Ну это там моего труда никакого нет. Если мой труд где-то ломает, второй раз меня не зовите. Ну, я не знаю. Все, с Богом. Все, ты позвони ему, скажи, что завтра в полдевятого, чтобы он у визового центра был. Ничего не забыть. Мы все доверенности приготовили. Самое ужасное будет для нас. Если оттуда выставили, а мы выехали. Мне или там, или здесь надо ждать. Все, с Богом. Ну так я же не знаю, вышлить или нет, сколько ждать. Я не могу больше двух-то. 5-го числа, 4-го, 24-го, 0-0. Я должен пересечь границу и Греции. Никак. У меня шенген открывается. Мы график... Мы просто день на день наплывают. А тут еще я день потеряю. Я сказал, три дня, а больше в Англии не буду. Там как бы подняли вопль. Да уже говорю, королевы обижаться будешь. Смеются. Везде подготовили места. Ну не могу я. Я сам себе не властен. Вот 8-го, чтобы я был во Франции, в Париже выступить. 10-го, 11-го в Лондоне. То есть они все распределили меня. Я не сам. А Хельсинки, говорит, там с 28-го. А Литва на определенный, там на третий день. И мне надо вовремя выскочить из Шенгена. 4-го, 24-0-0. Я раб. Ну молитесь, больше ничего нет. Я не могу отступиться, потому что все Бог сделал для этого. Все у нас есть. И содействие, и дружба, и любовь, и средства, и все как надо. Но непонятно, мне правильно тут одна из Украины пишет. Говорит, надо думать, что не только сатана мешает, а Бог предупреждает отчет. Это действительно так. Все, пока отошел, сестра. Благодарю за заботу. Так, слушаю, дорогая. Так, еще теперь. Значит, вот меня еще очень интересует вопрос по Украине. По нашей вот стране, где я живу на самом деле. И меня все касается. Я все это близко очень воспринимаю. Потому что, может быть, над вами самолеты еще не гудят, нигде не стреляют. А у нас стреляют, все над нами гудит, и все мы слышим, и реально мы уже как шоу какое-то, только военное. Вот, со вчерашнего вечера, значит, было объявление вот по нашей Донецкой республике. У нас с сегодняшнего утра введено уже военное положение. Так что уже не шуточки. Вот. Теперь, значит, меня интересует церковный вопрос. Вот наши церкви, наши митрополиты принадлежат московской патриархии. Так? А вы, может быть, слышали, что на Украине когда-то было разделение, и, ну как, его называют самопровозглашенный патриарх Филарет. Он именно в Украинскую церковь создал, что она в Токио кефальная, отделился от московской патриархии. А в московской патриархии в Киеве блаженнейший Владимир. Ну, он там наполовину парализованный. Сейчас я вроде дня три тому назад слышала, что он ушел уже на покой. И вместо него там, ну, метроблюститель какой-то, ануфрий черниговский. Вот. Смысл в том, что сейчас, значит, власть как бы перешла на западную Украину. Вот у нас выборы произошли. Порошенко у нас теперь уже президентом будет. Ну, это, допустим, 99%. Ну, скорее всего, Тимошенко он победил. Порошенко у нас теперь. Ну, знают, это шоколадный король. Ну, да. У нас в Донецке его очень много фирм такой, ну, по всей стране много фирм. Но меня не это интересует. Меня интересует то, что раньше, значит, филаретовская церковь и московский патриархат, постоянно у них была война. И вот у нас недалеко Никольский монастырь. И мы как-то туда поехали. Девочка у меня там еще на три дня на послушание оставалась. Не, на пять дней. Ей очень понравилось. Там, конечно, хороший монастырь. И там монахи и все против того, что, когда, значит, Янукович там что-то подписывал еще при его президентстве, ну, какая-то договоренность была с филаретовцами, они, значит, бунтовали и против были. Ну, там что-то, это их дела, там вот эти терки всякие, там политика уже вошла в церковь, уже полностью. И теперь вот филарет, он почувствовал свою власть, хотя я вот никак не могу разобраться, смысл-то какой, ну, церковь-то одна. Что они там между собой? И они говорят, что вот те, кто причащается в московской патриархии, там причастие недействительно. Вот я смотрела ролик, что вы говорили, что они там действительно не принесли какое-то покаяние. Вот этот Сергий Старогородский, что ли? Да, да. Там что-то такое, он там, ну, я так не вникаю, потому что, вы знаете, я-то сама из сектантов перешла в православие, и я во всю эту глубину не вникаю. Мне главное, я пришла в храм, исповедовалась, причастилась, там, допустим, раз в два месяца, там, раз в месяц, как у меня, но я без подготовки не могу, у меня страх божий, я не могу подойти к причастию просто так. Я готовлюсь всегда, стараюсь там обязательно попаститься, прочитать каноны, не вычитать, а прочитать все это, помолиться как следует, тогда к причастию подхожу. Обязательно с исповедью, вот, и там говорят, что те, кто причащается, а теперь московский патриархат уже давно говорил, значит, те, кто причащается у филаретовцев, это все незаконно там, и то, что отпевают, и то, что венчают, и то, что причащают, все там безблагодатное. Я уже до того запуталась, просто я вижу, что многие уже батюшки. Я понял, Елена, я отвечу тебе. Филарет, его фамилия Денисенко. Да, да, да. Он был митрополитом киевским в московской патриархии. И когда он стал вести себя вот так вот агрессивно, а за ним числилось то, что он жил с женщиной, двое у него взрослых, там, кажется, дочерей или сыновей, сколько об этом писали, говорили-то. Его запретили в служении, сняли его с него сан, он продолжал его предали Анафеме. И это законно, абсолютно законно по канону. Я-то не филарет и не московская патриархия, но я каноны знаю. Ну да. Так что в филаретовскую церковь я бы никогда не пошел. Почему? Я не говорю о всей церкви. Сам глава ее церкви незаконно. А что он мог организовывать, если он предан Анафеме? Если с него сан снят, он простой монах. Вот и весь ответ. Поэтому, я знаю, а декларация Сергия, это в 27-м году митрополит Сергий подписал лояльность советской власти. Ваши митрополитовцы. Поэтому, ну, предательство, предавали друг друга все советской властью. Но это не нарушение какое-то такое, которое для мирянина что-то может смертельно повредить. А там вообще никак. Никак. Поэтому, я знаю, в городе Львове, там должен был митрополит Августин. Вот. Он был Адам. Его звали Адам. Что интересно, он был женат в мирской человеке. Не мирской, а в миру. И жена у него Ева. Вот я первый раз встречаю, что сам он хороший, я его знал. А теперь он стал, был Адам, стал Августин. Мы у него на дому были, когда Украина-то... Я никогда Украину-то не считал, что это другая страна-то. Это одна страна, и одни люди, и прочее. Поэтому, причащалась, как там и причащается. Ничего не могу сказать. Но, согласно канона, сам патриарх, этот Филарет, он не должен служить. То есть, командовать там. Он должен сидеть и плакать, и молиться. Проповедовать он может, ходить может, никого не может он рукополагать. С него сам снятый. Снятый. И это абсолютно законно было сделано. По нескольким причинам. Во-первых, за непослушание, непокорение. И второе, за аморальное поведение. Вот и все. Это доказывать не надо даже ничего. Меня уже не раз спрашивали про Филарета, и я отвечаю. Я бы к нему никогда не пошел. Я бы съездил раз в год, но во Львов причастился, у Августина, или где-то у вас поближе есть. Вот так. А есть еще в Одессе, там Агафангел. Там еще есть же митрополиты. Ну, то есть я не посылаю, а просто говорю. К слову сказать, там два. От зарубежной церкви Агафангел и от московской Агафангел. В зарубежной церкви можно причаститься. Это законные пастыри. Вот так. Там фамилия Пашковский. Так что вот тебе здесь есть весь ответ. Вы как хотите, но я бы к нему не пошел никак. Почему? Хорошо, я поняла. Антиканонично. А говорить, что у него там кто ходит в люди недостойно, там, и причастен. Это я говорю только про Филарета. Не о церкви его. Но меня туда не тянет. Я определенно скажу. Никак. То есть если бы коснулось, я где-то умирал, то я бы лучше у униатов причастился, или у католиков. Но к Филарету не пошел. Я вам говорю. Даже православным это и неприятно будет слушать, что я говорю. Но я говорю как есть. Потому что католики или григория на армяне были бы. Это законная церковь. Я бы там причастился, если нигде никого нет, нигде, ни одного человека на острове. Но к Филарету бы не пошел. Потому что я счету то, что произошло. И с него снят сан. И он предан анафеме за непослушание. Вот мне говорили. А вот сейчас бы у вас епископ, а вот так он сделал как? Да никак стоял бы у дверей. И вы причинились бы. Да, абсолютно. Но проповедовать на это он не может наложить. Он может наложить что-то там другое. От причастия отлучить. Я бы не причащался. Господь знает, я не повинен. На меня замахивался ни один епископ, но никто не решился. Грозились. Прямо грозились сильно. Но ни один не прикоснулся пальцем. И поэтому у меня хорошее отношение со всеми. У вас хорошее отношение. Я вижу, вы последнюю неделю, сейчас похвалю вас. В тот раз я вас поругала, а сейчас похвалю. Вы очень изменились. Вы стали какой-то добрый, такой тихий. Наверное, на вас все молитвы, которыми мы молимся, вы прямо такой покорный стали. Не кричите. Когда что-то спорите, то вы раньше как-то возмущались. А теперь я обслушала вас и слушала. Все вам прощаю. У меня насчет вас были какие-то недоразумения, сразу скажу. Тогда я вчера ролик просмотрела, там про собрание. Вы у всех просили прощения, простите меня. Я скажу сразу, что я вас, ну как, в начале, когда я вот с вами выходила на связь, перед этим у меня были такие недоразумения. Вот, как-то вот, я не люблю, когда кричат. Вы сильно так иногда... А я глупой, Елена, ты не права. Нет, я знаю, знаю. Я поэтому всегда говорю громко, чтобы мне отвечали. Это свойство глухих людей. Нет, я поняла, поняла. Но вы иногда так, знаете, вы так возмущаетесь, и вы сразу кричите, никого не слушаете. И я не люблю, когда кричат. А сейчас... Нет, я поняла. А сейчас... Я никого не слушал. Этого нету нигде. Это показалось. Наоборот, мне говорят, почему вы не отвечали? Против вас воюют, а вы не отвечали. Ну зачем? Я один раз ответил, но ответить я должен был. Ты еще раз пересмотри где места. Пересмотри. Где говоришь? Ладно, ну со стороны виднее немножечко. Со стороны чуть-чуть. Ну сейчас, сейчас вот вы хорошо себя ведете. Я бы вас еще... Если бы не уезжали, я бы вас целыми... Ну я вас и так целыми днями смотрю. И вообще, вы мне сейчас очень нравитесь. Я вас, можно сказать, еще больше люблю. Ну спасибо. То я возмущался иногда, а теперь все прям, ну... Не возмущайся, а помолись там, чтобы Господь вернул нам наши документы, паспорта. Потому что нас везде ждут. Все вернется. Просто... Игнатий Тихонович, я вот у меня когда бывают такие... Вот я сейчас чуть-чуть скажу за свой опыт. Бывает такое, что у меня какие-то вот бывают события, о которых нужно молиться, о окончательном решении. И я в своей главе прокручиваю. Господи, я вот и так, и так вот выкладываю свое прошение. И говорю, вот я бы так хотел, вот и вот так вот хотел, и так, и так. Да будет на все твоя воля. Господь сказал, что ваши мысли не мои мысли, и пути ваши не мои пути. И поэтому бывает такое, что Господь делает, выполняет мою просьбу, но не так, как иногда я хочу, но он ее выполняет. Ну не то, что выполняет, он же у меня там не на побегушках, а просто когда я нуждаюсь в чем-то, я начинаю прислушиваться, присматриваться к тем событиям, я вам уже говорила. Что у меня происходит в жизни? Почему у меня вот эта вот дверь закрыта? Хотя вот так можно было бы вот правильно для меня. А вот та дверь, что я не хочу. Вот пойду куда не хочу, поведут меня куда не хочу. Почему я вам сегодня вот это сказала? Что когда я состарюсь, и свяжут меня, и поведут куда я не хочу. Может быть, куда вы не очень хотите, вот туда вас Господь и поведет. Вот в чем смысл. Вы молитесь и говорите, Господи, вот я и так вот проеду, и так проеду, и туда вот, и мне уже все сказали. Может быть, для Господа у вас, может где-то человек должен покаяться. Да Бог знает, а мы еще и говорим, мы же не знаем, что за этим есть. Да. И хорошо, что карман-то, говорит, профудился, иначе бы воды не той напился. Ну так оно и есть. Да. Поэтому за все, слава Богу, слава Богу даже за то, что вот сейчас, я говорю, мы все сдаем экзамен государственный, все, все молимся, смотрим, что будет происходить, и видим, что вот где-то вот нет, вот от Украины уже Господь отвел, просто вас помиловал. Ну просто помиловал. Зачем мне нужны какие-то... Вот вы видели, недавно в плен взяли вот этот вот, чеченский приезжал, как он называется? Рамзан Кадыров. Да. И у нас вот в Донецкой области, по Донецкой вызвали двоих корреспондентов. Я считал, что мы смотрели, я знаю это все. Да. Считал. И все они вернулись, и теперь Путин поблагодарил Рамзана Кадырова, там и прочее. Ну что сделаешь? Ну у вас-то нет Рамзана Кадырова, за вами Рамзан Кадыров не приедет, а там действительно, там очень серьезно. Там настолько над пленами издеваются, прежде чем убить, их просто, их пытают. Просто уже, ну, если там посмотреть, я говорю, что вы просто очень далеко от нас. Здесь-то мы реально все видим. Еще и в интернет выкладывают. Тут не захочешь и будешь смотреть, понимаете, сердце кровью обливается. Те матери, которые на Западе живут, они ничего не получают от своих детей, вот там, которые уже уехали воевать. Они вроде воевать-то поехали с сепаратистами бороться, а теперь они бедненькие там, им ни жрать не дают. Они вот кого расстреляли, с того сняли одежду, то и одели на себя. Вот вы понимаете, в каком состоянии сейчас находится Украина. Никто же воевать сильно не хочет, но их заставляют. А мы должны обороняться, хотим мы это или нет. Расстреливают тоже мирные жители. Славянск вообще там разбомбили уже. Вот в чем смысл. Поэтому Господь сказал, что и пойду тебя куда не хочешь. Я вам немножечко так намекнула, а вы не поняли. Я понял, я к себе это отношу. К себе. Да. Но конкретно это сказано лично к Петру. Мы из его биографии многое можем брать. Но это сказано к Петру. И что прострешь руки, это означало распятие его на кресте, давая разуметь какой смертью. Но мне Бог не дает какой смертью. Я умру, может меня сожгут, утопят. Бог его знает. Нет, вы умрете своей смертью, не переживайте. Мы вас еще и похороним. Бог его знает. Все будет хорошо. Я думаю так, что если бы я поехал в самом центре, там, которых называют бандеровцы, со мной бы поступили по-другому. Я именно их человек. Я гонимый был советской властью, которую они ненавидят. Я готовился быть мстителем за народ. И сидел за это. От коммунистической власти. Они как раз борются. И когда говорят там, вот бандеровцы, фашисты, я говорю, вы сначала разберитесь. Я не заступаюсь. Я просто говорю, поймите их. Сколько НКВД расстреляло во Львове, 10 тысяч сразу говорят. Это же голодомор кто устраивал-то. Вы дайте людям покаяние увидеть. Они не изменились, Дюганов. Они те же самые. Они Ленина памятники стоят. Почему они в Западной Украине-то не звергли-то? Вот какая штука-то. Вы бы там ничего не успели рассказать. Вас бы расстреляли, потому что вы просто русский. Просто по национальности. Ничего бы не успели бы там рассказать. Я думаю, они не по национальности гонят. А по убеждению все-таки. Я не знаю, где вот. Нам в прошлом году говорили, прям заклинали. Только в Чечню не ездите. Там такое, там, там. Ну, Чечня, вы с вами слышали-то. И мы были в Чечне. Ну, знаю. Я получил благодарность от Рамзана Кадырова. Из администрации его. Мы были в два раза в Чечне в прошлом году. Мы свидетельствовали. В национальной библиотеке все мои книги у них находятся. Там совершенно... Все, что говорит, и вы говорите, это все правильно. Но на нас это не срабатывает. Потому что мы другие. Мы с Богом едем. Мы людям несем мир. И они это понимают. Что мы не такие. Меня гонят здесь больше, чем в Чечне. Заедают. Сколько я от коммунистов претерпел, это не скажешь. Я поступаю в любой институт. Меня Бог давал открыть. И меня сразу же выгонят. Меня сажают. Я в пяти тюрьмах сгнивал. Меня 26 лет психиатрия мучила. Судебная экспертиза только меня сняла. Пятно с меня это. А тогда было как? Хрущев сказал, у нас нет политических заключенных. У нас есть сумасшедшие. И всех туда гнали. Злоупотребление советской психиатрии. Это самое страшное. Я претерпел это, когда тело раздувают, выламывают. Что хотят с тобой делают? Поэтому я майдановец. Майдан это не для меня. Это плохо. Это грешно. А просто люди, которые мыслят не по-советски. Я вот о чем говорю. И когда поют орленок, орленок, взлети выше солнца. Как сына вели на расстрел. Я бы был тогда, когда был только верующий, без Евангелия. Я бы был обязательно в армии Колчака или Деникина. Бороться с коммунистами. И там бы погиб. Я за белых. А бандеровцы, как раз вот это, они за это и есть. Мы бы по-другому там могли быть. Но вот среди этих больше могли пострадать. А может, эти даже не тронули бы. Ну, под горящую руку расстрелять-то можно. А мы не виноваты. Даже вот расстреляли этот музычка, это Александр-то, белый-то. Я бы с ним нашел общий язык. Да, грубый, то, другое. Но у него трех дяди расстреляли. Трех дяди в ГУЛАГе загнаили-то. Вы его поймите правильно. Отчего у него такое сердце было? А на него все, расстреляли, его нету. Да, он на нем крови моря. Он 20 только российских военных убил, говорит. Но для меня не это важно. Важна душа человека. И я хочу посмотреть, почему он таким стал. Почему не было никого, кто заслонил бы Пушкина от пули? Где эта любовь была? Не знал, на что он руку, говорит, поднимал. Лермонтов пишет на смерть поэта. Они не знают, что делают. Родные братья, близкие. И друг друга метелите, убиваете. А Запад или кто там натравлит, радуется. Коммунисты с этой стороны травят, эти с этой. А мы знаем, есть Божий план. Божий план. И в Божий план это вписано. Почему? Потому что все еретики, все заблуждения, все в Украине собралось. Какую ересь не возьми, там Журавлевскую, там Санджей. Все абсолютно есть. Самый центр. И Господь их теперь разворошил, этот гнилой, этот пень. И оно вот дымит и щадит теперь. Да, нам Бог показал другой путь. И показал не через кого-то, а наша, которая у нас была. Она гречанка уехала. Она первая показала путь через Турцию. И в этот же день еще два человека, и тоже из Греции. И мне говорят, независимы друг от друга. И мы поняли, это от Бога. А дальше мы не знаем. Мы завтра вот поедем. Завтра у нас будет какие-то сведения. Где наши паспорта? Где их найти? У нас документ на руках, что они должны были вернуть там через три недели. Ну, 22 мая мы сдали, считай, что уже все. Мы уже зашли за грань. Но Господь наш знает. Мы Ему доверяемся полностью. Мы Его любим. Вот, сказали за сына, помолитесь там и проще. Я другим говорю, как вам тяжело там сейчас. Дочь говорит, сегодня я не пустила ее, где она учится в университете. Я людям это привожу. Я получаю сведения не из газет, а конкретно от людей, которые в Донбассе, которые в Донецке живут. Ну, что у вас там, Донецк-то, не покоряется пока Киеву? Нет. Не покоряется. Но у нас там, дело в том, что сейчас прежней власти нет. А вчера показывали, у нас здесь аллергарх есть такой, Ахметов. Но он хороший человек. И дело в том, что вчера было, как, у него очень много заводов. И клуб «Шахтер» какой-то там, футбол, ну, вот эти болельщики футбольные. Я это все считаю. Все это считаю. Да, да. И вчера, значит, все вышли на демонстрацию, там около 50 тысяч, может быть. Ну, может, не 50, а пусть, допустим, 10 тысяч. Пошли там, где его резиденция у нас под Донецком. Вот. И стали, значит, кричать. Ты у нас украл там, не платил какие-то там налоги. А он миллиардер. И, значит, он не хотел вооружать армию. Ну, вот нас, сепаратистов, чек-то мы там. Донбассовскую. И против него, значит, пошло ожесточение. Он, как таковой, призывал к миру. Хоть он и татарин. Вот. Но он призывал к миру. Он говорит, давайте будем договариваться. Не надо воевать. Зачем убивать людей? Вот. Он, по сути дела, это неплохой человек. И вот он, ну, как он, много предприятий открыл. Дал, допустим, рабочие места людям. Зарплаты там у них есть. Городки там какие-то рабочие. Вот. Но сказали, уезжай из Донецка, чтобы мы тебя не видели. До сих пор там стоят люди. Окружили весь его дом. Там, где он живет. Ну, самого-то, может, его там нет. Вот. И скоро сказали, что будем всех раскулачивать. В общем, у нас раскулачество начинается. У Порошенко заберут предприятие. Это нельзя делать. Нельзя делать это. Ян Златоуст никогда не призывал к этому. А богатые были. Его надо убедить, чтобы он отдал это. А это разве можно? Можно. Я с одним архиереем гуляю в Америке. Ну, я ему рассказываю. И он ушел куда-то. Ну, у него и было-то там мало. Но когда я сказал, у кого он жил, что он, я говорю, пошел и со счета все снял и мне отдал. Они не поверили. Это не может быть. Он шел, пошел, все снял и отдал. А я у него не отбирал. Просто побеседовали. И Господь казнулся его сердце. Вот так. Ну, сейчас начинается, знаете как? Я-то вообще как со стороны посторонний зритель. Ну как, у меня нейтралитет. Я не поддерживаю. Я и тех понимаю. И наших понимаю. Господи, белых, красных, там, зеленых. Не поймешь, к кому я отношусь. Вот. Я христианин. Я за мир. Я не хочу, чтобы проливалась кровь. Я не хочу, чтобы стреляли. Но люди, вот как вы говорите, если кто-то будет нападать, я буду молиться. Ну, если, конечно, коснется дело, возьму палку, дам по голове, но чтобы не убить. Но здесь не палка, не по голове, а стреляют, убивают и с той стороны, и с этой насмерть. Чем больше победят кто, тем больше тому и награды. Ну, как-то ненормально происходит. Ненормально. Понимаете? И вот сейчас не все же там 100% на ДНР, вот Донецкая республика. У нас и Донбасс разделился напополам. И сейчас они призывают общую мобилизацию, допустим. И говорят, что почему вы не записываетесь воевать? Ну, кто хочет умирать? Лежать там в окопах? Ну, есть там, конечно, люди безработные записываются туда воевать. Ну, я не знаю. Может быть, я неправильно, у меня мышление такое. Может, я как предатель, что ли? А наши никто бы не хочет. Ну, я не хочу, чтобы мои сыновья воевали. Вот я не хочу. Наши люди пишут заявление. Я вам могу даже скинуть, какое заявление. Ну, у вас другая статья. И наши пишут, что мы, христиане, люди мирные, и в армию мы пойдем. У нас положено служить. Но ни оружие брать, ни заряжающим, ни корректировщикам не будем. Будем помогать, вытаскивать раненых. Нам убьют, значит, уйдут. Нет, будем кашу варить. Кашу можно варить. Кашу варить. Мы не можем защищать то, что не наше. Мы защищаем молитву то, что Господь создал, бессмертная душа. Да. Так что из наших, вот из нашей общины, ни один человек не пойдет воевать и оружие не возьмет. И присягу не примет. Мы заранее документы понесли в наши братья военкоматы. Все приняли, все официально. Ну, вместо полутора лет служить три года там с какими-то заразными больными там где-то. Ну, это уже как куда пошлют. А большинство наших просто не берут и все. Ну, там у вас просто в армию забирают, а у нас тут на войну забирают. И поэтому, знаете, кто отказывается, вот, допустим, на выборы уже кто-то не пошел, у нас выборов-то и не было. Ну, сказали, что если вы пойдете, и даже по телевизору там показывали, такая реклама шла, значит, вы придаете свой Донбасс. Это, знаете, мне напоминает вот это вот, был Махно такой, Махновщина. Вот сейчас у нас примерно такое вот происходит. Скоро будут, у кого две козы, тех раскулачат, отдадут у того, у кого ничего нет. Ну, у нас точно раскулачат, у нас две козы. Ну, это я шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Не хочется воевать, не хочется... Я молюсь за мир. Да. Вот, и все. И больше я ничего не хочу. Я хочу, чтобы Порошенко, он сказал, там, какие-то будут действия, или сразу нас будут уничтожать, или, скорее всего, может быть, у него, если разум будет, он приедет сюда и будет о чем-то договариваться. О чем договариваться, я не знаю, но нужно решать вопрос о том, чтобы не было войны, не убивали людей. Лучше худой мир, такой, хиленький какой-то, чем вот такая война, предоубийственная, брат на брата восстал. Сейчас ведь подталкивают к тому, чтобы убивали как можно больше-больше, чтобы Путин вмешался и ввел войска. А для Путина это Украина, это одна неделя только, он ее в пух и прах разнесет, от нее ничего не останется. У нее ни армии, ничего нет. Но это Западу нужно, но Запад не решается. И сейчас ее госсекретарь выступает и говорит, из-за Украины третью мировую мы начинать не будем. Тут сильное перевооружение прошло в России, которые там воюют с мирным, да кого с Донбассом воевать-то? Если только двинет свои войска Путин, больше недели это не будет, там ничего не останется. Вот и все. И поэтому надо молиться, чтобы ему Бог дал ума, не вмешивался, пусть они решают сами. А пойдет, значит, Бог допустил, так уж решать будем. Мы-то не военные. Ладно, вы когда приедете, я сразу вам напишу, если от меня ничего не будет, значит, нас уже все, грохнули. А если я вам это самое, что-то напишу, и вы будете тоже живы, приедете, все будет благополучно, вот. Ну, будем общаться опять. Так, вы своим... Ну, вы за меня молитесь, как и я за вас молюсь. Вы своим скажите, скажите, если будет крайне невыносимо, то у нас есть куда поехать. Мы вас примем. Вы с голоду не умрете. Вас ждут родные и близкие вам по духу. Так что вы не будете беженцами. Просто один раз переедете, что есть, и вы будете живы. А дальше руки и ноги есть, Бог даст жизнь. Потому что многие народы вообще сдвинутые с места. Вы просто для себя знаете, что у вас есть отдушина. Это очень ценно, когда есть друзья, которые готовы протянуть вам руки. Значит, вы будете и накормлены, и обихожены, и с вами обойдутся по-человечески. Никто вас не обманет, ничего. Это на 100% гарантия. Ну, хорошо. Я буду думать. У меня брат в Ленинграде живет, в Санкт-Петербурге. Он тоже говорит. И муж накормлено, напоено. Да, ну это хорошо. Тоже приглашает. Ну, лучше куда-то поехать, там, ближе к Китаю. К вам поеду, наверное. Хотя я думаю, что, ну, Господь испытает, но надеюсь на мир. Нравится мне здесь. Мне здесь очень хорошо. Нравится, люблю украинский народ. Хороший народ вообще-то. И вообще весь народ хороший, когда его не трогать. Как только тронь, откуда что появляется. Вы меня слышите? Я хорошо слышу. Ну, все. Все, я уже вам рассказала. С вами созвонилась. Да, давайте. С Богом. Пусть вас Бог благословляет. Ангела-хранителя. Скажите, чтобы помолился о нас, чтобы нам вернули паспорта. Пока наши остальные... Хорошо, хорошо. С Богом. С Богом. С Богом. До свидания. Так. Так, я вас слушаю. Елена, это я выставлю разговор наш. Ты не забывай. Что? Ты в эфире будешь смотреть наш разговор. Ну, я буду смотреть. Хорошо, хорошо, хорошо. С Богом. Ладно, отходи. С Богом. До свидания. Потому что это дело любви. С Богом. Хорошо. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Аминь. Все, выключай. Так, куда наж... Вот, все. Нажал или куда? Нет, не нажал еще. Да ну, что ты. Так. 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 Трубка там есть. Посмотри, внизу трубка. Положи ее. В нее ткни. Внизу, внизу, самая внизу. Красная трубка. Она у меня не красная, она у меня другая. Давай ткни для нее. Это значит, ты положила на рычаги. Ага, нет. Да ну, что ты. На все дыры нажал и никак. Давайте выложите. Ну, так вам все равно надо это сделать. Давай первое. Мне надо быть уверенным, что вы положили. Если бы она еще была, эта зеленая трубка. Ну, вот. Я на нее жму. Нет у меня зеленой трубки здесь. Ну, как же так. В самом низу, где ваш платочек. В самом низу, в самом низу. Я не знаю. Это что, у вас какая-то другая программа. Да. Вот, вот Маши нету и я никакая. Вот так. Так, а если я вообще выключу? Ну-ка, давай. Ну-ка, сейчас. Ага. Все? Все. Слышишь, а? Нет? А? Не ушла, да? Не ушла, да? Даже выключила все. Все? Все равно все слыхает. Ну, надо же, а. Все, теперь я с вами поеду. Теперь слушай. Я сейчас булькну. Субтитры сделал DimaTorzok